Так, может, знаменитая, я скажу, да, может... Это не правда? Здрасте. Ну, она завтра заходит и что-то сломает, ничего страшного, а потом это делает... Здравствуйте. Беолочка. Здрасте. Доброго ранка. Это Юля, это Лина, я Волега. Вот сейчас часы, веселье для ресторатора, скажите, как есть? Боже, у меня сегодня два сложных вопроса с утра. Во-первых, как встать в такое время? Вы герои для меня абсолютные. И, конечно, вопрос, касающийся ресторанов и бизнеса, никого это не секрет, что это сейчас все очень сложно. Держимся, крепимся, поддерживаем людей. Но будем прорываться. Последние 2-3 дня уже настроение чуть получше, я вижу это по гостям, так что я думаю, что... И люди появляются немножко? Появляются, чеки не выросли, к сожалению, потому что я думаю, что люди еще как-то осторожничают со своими расходными моментами. Но появляется, есть атмосфера, чуть громче музыка, люди смеются, чуть больше алкоголя. Ну, такое. Сидула политика, я так понимаю, сейчас тоже изменится, правда ли? На ресторане, насколько она сейчас регулюется? Боже мой, сейчас, вы знаете, мы последние 2 месяца вообще управляем все в ручном режиме. То есть, если мы работали раньше до 3, сейчас мы там будние дни закрываемся до 11. То есть, полная оптимизация, начиная со света, заканчивая ресурсами персонала. Вы знаете, нет. Мы не увольняем людей, понимая такую ситуацию. Чуть меньше часов им даем рабочих, но... Верон, ситуация в стране, надеемся, будет меняться. Надеемся, будет меняться в малом бизнесе, в среднем. Вы кормили ни одного, я думаю, не кушал у вас ни один народный депутат Украины. Скажите мне, пожалуйста, с какой процент дохода вы отдавали на поборы? Вот скажите честно. Какой процент вы отдавали на поборы? Ну все, на лапу давали. Вопрос в лоб. Ну, вы знаете, наша сеть была построена так, что... Это можно говорить? Это нужно говорить. Это нужно говорить. Вы же хотите новой жизни. Конечно, это были ужины. Ужины и какая-то программа лояльности. Если это были банкеты, там можно было приносить свои... На ведь банкетом? Нет, нет. Свое спиртное. То есть свое спиртное и программа лояльности вы могли покормить? Если это какая-то, да. А лояльщина засунула? Если он нам нужен. А сейчас эта тенденция еще продолжается? Или как-то побаиваться к вам приходить тех, кто раньше приходил? Нет, ну сейчас они тоже уже стали побаиваться. Я думаю, у них есть сейчас другие вопросы. А что замовляли? Какие стравы замовляли? Ну, вы знаете, в ресторанах понятно, что они ходят в сегмент дорогих ресторанов. Да, вот. Поэтому я не могу сказать про меню, что они заказывали. Но то, что это морепродукты и дорогая группа продуктов, это абсолютно. Вино. Не буду говорить, какие группы. Лакшери-сегмент. Доллар. Да. Чи влинуло это на вас, на ресторанный бизнес? И каким чином? Потому что мы знаем, и продукты бы дорожчали, и, снова же таки, транспорт тоже входит в список растрат. Ну, конечно, себестоимость формируется из этих всех вводных, которые вы назвали. Сейчас, опять-таки, возвращаюсь к ручному режиму. Если я раньше не позволяла, чтобы в ресторанах были стоп-листы, то есть приходишь, и у повара не должны быть стоп-листы. Что такое стоп-лист? Стоп-листы – это то, что у тебя нет сегодня на кухне. По каким-то причинам. Их не должно быть. То есть ты и так должен сработаться с посовщиками, обязанности шеф-повара и так далее, ответственность. Что у тебя все есть по меню. То есть ты открываешь меню, мы идем, мои рестораны, на самом деле, идут там по европейской схеме, что чуть меньше блюд, меньше меню, но чтобы все всегда было. Вот. А сейчас мы проговорили с шефом, что те блюда, те блюда, которые мы работаем с импортными продуктами, мы выросли очень по цене. Я даже разрешаю их ставить на стоп-лист. Я думаю, что это временная опция такая будет, но пока так. Скажите, пожалуйста, когда украинцы начнут массово ходить в рестораны, в фастфуд, в рестораны, именно массово, чтобы 70%… В Германии, извините, в Германии человек считает, что он лучше 3 евро, да, на 3 евро заплатит больше и покушает в харчевне, в ресторанчике. У нас почему-то разница большая. Не, ну если вы знаете мою немножко историю, я тоже оперирую больше средними ценами, комфортными ценами, дробь честными, чтобы людям действительно было лучше 4 раза в неделю есть у меня, чем… Ну сколько у вас стоит средний чек? Вот сколько средний чек? В зависимости от мест, от 100 гривен до 160 гривен. Это первый салат, основное блюдо? Один-два блюда, но вот если бы пришел средний чек без спиртного. Бизнес-лайн сколько стоит? У нас нет бизнес-лайн, 400% скидки на все меню до 4 часов. Это такое правильное время, когда люди рабочие… Ну и приятно провести время, это правда. Да, и это я в какой-то который год уже, боже, только что вот сейчас говорила, что уже 20 лет, оказывается, сын Украины, с ума сойти, что наоборот, тоже можно зарабатывать замечательные деньги. Ну то, что было до революции, сейчас же, знаете, рестораны без делаются. А вот помнишь до революции? Когда, хочу ответить на вопрос, который всю жизнь, да, вот я над этим работаю, пока не будут такие прекрасные, вводные, как цена на аренду. Потому что аренда в Киеве, это невозможно с этим бороться, это головная боль. И я считаю, что наш арендодатель, это наши партнеры по бизнесу, тем лучше будут у нас дела, тем стабильнее он будет получать. Очень многие ребята, арендодатель, боже, может обратиться, сейчас я не знаю. Поэтому, вызвайте группу, давайте будем совместно работать, вместе зарабатывать, вместе делать людей счастливыми. И тогда у всех все заколосится. Биола, ну я все же пишла, такая правда, скажите, а сколько ж ты коштует квадратный метр вашей арендной платы? Вы знаете, квадратный метр, если звучит от 50 до 100 долларов, квадратный метр, это звучит окей. Но когда ты делаешь 200 квадратов, тебе нужно заплатить от 10 до 16 тысяч аренды, и при таком курсе, это, ну это боль. Это действительно боль. Я хочу, чтобы у меня средний чек был 10 евро. И чтобы ребята, ну я не могу это сделать физически, экономически, потому что есть момент зарабатывания. Мы кормить просто всех безкоштовно не можете. Не можем, к сожалению, да. Чи запроваджили, чи у вас сейчас какие-то акции в ресторане, например, вы не с собой кавицы, делаете какие-то кавиарни, або, например, запрошуете відвідувачів своих там на кухню, подивитесь, что там вообще происходит, как готовятся стравы. Какие-то акции для заохочения, например, відвідувачей, чтобы их увеличилась кількость? Не, ну понятно, там текущие акции привлечения, да, там, например, вы 30% скидки, девушкам там в какой-то день мы делаем коктейли бесплатные. Акций очень много на самом деле. А по поводу посмотреть кухню, где мы... Какие-то такие уникальные я маю на увазе, незвычайные там какие-то відсотковые... Блин, а стриптиза нет. Ну, какие-то такие вот оригинальные, знаете, может, вы запроваджуете, думаете над этим. Ну, у вас, мабуть, категория клиентів, которые приходят к вам и едят, и за будь-яких умов. Чи будет акция, чи не будет? Вот у нас водная такая... Ну, во-первых, гостям, наверное, приятно, что я встречаю там 5-6 дней в неделю. Я на работе, как правило, 90% своих гостей, я знаю, по именам, может быть, уже нет в связи с возрастом. Но это моя водная такая. Я думаю, что гостям... Революция, наверное, все. Збитки понесли всі під час революції. Вы якимось чином допомагали Майдану? Чи там харчі якісь віддавали? Чищища? Естественно, это еда. Это еда, потому что наша одна из локаций находится прямо на варенье. И это было очень комфортно носить на Майдан, помогать ребятам. Для вас это что было? Вы відчували свою... Вы знаете, мы нигде-то не транслировали. Я сейчас об этом говорю, потому что мы это делали. Это, вы знаете, это твое внутреннее, это твое гражданское. Оно или есть, или нет. Потому что... Ну, сейчас мы другую тему, мне кажется, начнем затрагивать. Зачем вот эти постоянные чекины? Я на Майдане, я делаю вот эти фотографии, потому что у меня вообще это прицело мне. Мы с моим персоналом делали другие водные вещи, которые там были для... Ну, важными для нас, скажем так. Виола Ким, киевская рестораторка была в нас, Виола. Будем сподіваться, что нам, украинцям, будет вигіднейше харчуватися в вашем закладе, в ваших коллег, чем вдома. Дякуємо. Дякуємо. Нас не надо защищать. Мы любим Украину нашу. Чему Ющенко подарил державное майно профессору? И чему вы про это замовчаете? Не замовчуємо. Чего же замовчивать? Столько сейчас нагальных вопросов, столько информации. Действительно, вот коллеги в Ньюсруме сидят, за головой берутся. Что показывать? Про что рассказывать? Дуже много информации. Сексуальная Юля тебя запрошивают на дачу. Вона не Белочка. Валера Гуляйполи. Доброе утро. Всем украинцам нужно ехать этим летом отдыхать в Крым. Нельзя оставлять людей без заработка. С уважением, Евгения. Мы вместе с Крымом. Депутатам нужно кормить бесплатно. Они тогда будут добрее. Ой, цікаво. Вот, шановный наглядач, вот вы и начинаете их годувати безкоштовно. И переверите, чи станут они добрее. Вот чем? Гороховую кашу? Чи перловочкою? Чи отрубями? Годувати, може, вони мало на увазі, проносити і робити бутерброди салики на майдані. Держдача, до речі, у Яценюка теж є. Семенюка є, Валентини, колишня голова фонду Держмайна. Я це вже, знайти, так прораховую, дивлюся для себе і думаю, Білозір також має, Осетинський. Боже, боже. Люди, люди, що робиться? Слушайте, попросили мене промоніторити. Дивіться, фотофакт такий. Розмістив в городі портал. На подвір'ї, в районі Оболоні, дідусь почав, написано російською, «Ваз ввадіть баррікади». Ось вам фотографія, будь ласка. Він в нормальному стані, психологічному. Не думайте, що там щось не так з ним. Хто, що почав, Ліночка? Дідусь, дідусь, в Оболоні, на районі. Район в Києві. Так, це в Києві. Оболоні, він почав, «Ваз ввадіть баррікади». Це написано мовою оригіналу. Про те, що з будівельних матеріалів, так, аби захистити себе від початку війни. Так він це прокоментував. Друзі, Ліночка, дякуємо тобі. Зовсім скоро по скайп-зв'язку З нами буде Олександр Лієв, уже екс-міністр курортів та туризму кримської автономії. От ми з ним поговоримо, з паном Олександром, які насправді очікування і чи очікують люди обвалу сезону. От вже дочекайтеся.